Так, ну что ж, давайте потихонечку начинать. Сегодня будем возрождать любовь к фотографиям. Если кто не знает, меня зовут Георгий Романов. Я очень активно занимаюсь коммерческой фотографией. Для души сейчас занимаюсь, да я вообще, в принципе, всегда занимался пленочной фотографией. Вот, также являюсь предпринимателем, режиссером. В общем, опыт богатый, обширный. И сегодня мы будем строить нашу лекцию не столько как лекцию, сколько как вот такую активную творческую беседу. Потому что, когда мы говорим про возрождение чего-либо, мы должны понимать, что если я буду вещать, то я буду навязывать вам свое мнение. Я вам свое мнение навязывать не хочу. Я хочу, чтобы вы меня тоже чему-то научили. И у меня к вам, соответственно, первый вопрос. Скажите, пожалуйста, кто занимается фотографией больше 10 лет? Поднимите руки. Так, раз, два, три, четыре. Отлично. Так, а кто занимается фотографией 5 лет, скажем так? Раз, два. Без разницы, когда вы взяли руку, да. Может и 10, хорошо. Так, и кто меньше 5 лет, да? Соответственно, кто-то вот остался меньше 5 лет. Вот. Честно говоря, я не знаю, как можно разочароваться там фотографией, занимаясь ей меньше 5 лет. По крайней мере, у меня очень долгое время. Ну, я ей занимаюсь тоже уже очень давно. Сейчас скажу, когда. Года, наверное, седьмого или четвертого вот так вот я и занимаюсь. С разными периодами успеха, неуспеха, выгораниями, всеми вот этими скачками. В общем, как-то уже научился с этим свыкся, спривык с этим работать, жить. Вот. И поэтому решил об этом поговорить. Проблема более актуальна с точки зрения вот любить, не любить фотографию. У людей, кто занимается ей больше 5 лет, ввиду того, что, как правило, когда мы приходим в фотографию, это прекрасное техническое хобби. Оно замечательно тем, что, во-первых, доступно с точки зрения самовыражения, да? Действительно, как бы камера сегодняшняя цифровая, камера в смартфоне, она дала возможность самовыражаться довольно-таки с минимальными такими усилиями. Вот. А потом, когда мы начинаем вот эту всю техническую часть изучать, как-то пытаться в ней разбираться, появляются вот эти вот объективы, аксессуары, микрофоны, борьба за качество, за все вот это вот прекрасное. И после этого выходит такое некое, выходим на плато творческое, техническое, и дальше, собственно, что? То есть, что нам делать с этой всей фотографией? Да? Куда ее девать? Зачем мы, собственно, этим всем занимаемся? Вот. Поэтому, прежде чем перейдем, как говорится, к активным действиям, да, я выписал специально 9 пунктов, которые вот не забыть, хорошие такие, которые вам всем немножечко помогут по жизни, и мне помогли, и я их часто сам себе напоминаю. Вот. Мне хочется провести, как говорится, среди вас опрос, и задать, собственно, у кого, чего болит с точки зрения фотографии, что не получается. Давайте. Кто смелый будет? Андрей Сергеевич, я знаю, ты смелый. Что у тебя волнует? Технический момент. А 6D делают. Технический момент. Первый. Техника. Так, кого еще волнует технические вопросы? Так, технические. Так, это уже не совсем технический вопрос. Как его можно назвать? Когда мы... Нет, как раз таки это техника. Нет. Нет, техника это когда ты борешься с собственной камерой. А. Это не творчество. Ну, не творчество. Нет, это не просто компетенция. Нет, это технический аспект, не связанный с тобой лично. Просто там надо понимать, что надо в первую очередь... Давайте назовем это сейчас красивым словом... Да, давайте назовем это красивым словом. Сейчас, тихо, тихо, тихо. Давайте сейчас договоримся. Я поднял руку, значит, говорю я. Ладно, хорошо. Чтобы у нас не было замечательной панельной дискуссии, фокус внимания не теряли мы. Вот, времени не так много, а задача большая. Я назову это волшебным словом постпродакшн. Если кто не знает, это когда мы уже занимаемся... То есть мы что-то сняли, и, соответственно, тем, что мы сняли, уже занимаемся в процессе его создания для чего-либо. Вот у меня сейчас есть замечательная фотография. Я хочу, чтобы, если вы единственное, что сегодня из всей беседы вынули, выдали, вынесли, это то, что, друзья, вот каждый из нас, творческая личность, должна создать один-единственный шедевр. Что это будет, это уже от вас зависит. Но он должен быть напечатан самым лучшим, крутым способом, который только дает технология. Вот, потому что это ваше реликвия, это ваше доказательство того, что все ваши труды не напрасны, и вы в это вкладываете не только деньги, не только время, но еще и, самое главное, душу. Постпродакшн. Так, что еще? Я новичок, делаю самые первые шаги, именно профессиональные фотографии пытаюсь, и меня очень пугает большое количество всего, что нужно знать, и это пытаюсь одновременно как-то делать, и у меня ничего не получается. Как я тебя понимаю? Я пять лет уже пытаюсь что-то тоже сделать, у меня что-то начало получаться, вот, и мы об этом тоже расскажем. В общем, коммерция. Это наш с Андреем Сергеевичем самолюбимый, да? Да. Ну что, наш с тобой любимый, внутренний перфекционизм. Перфекционизм, хорошо. Только аркатор какие эмоциональные качели выдают. Кстати, можно девушке? Нет. Сейчас пока можно только к мне. Так, что еще забыли? Давайте. Конкуренты. Конкуренты? Да, хорошая тема. Они могут быть не только лишь коммерческие, но еще и творческие. А я сказал бы, это уже физиологическая часть, узкое цветовосприятие. Ага. Назовем это, да, особенностями. Физиологическое. Да, физиологическое. Физиология. Да, бывает такое, что цветовосприятия. Еще я тоже общался и общаюсь с людьми, которые инвалиды. Вот не только душевные, но еще и физические. Это такая тоже отдельная важная тема. Правильно, что мы ее затронули. Так, вроде что-то еще можно туда накидать или нет? Отсутствие хороших учителей. Отсутствие хороших учителей. Да. Можно ли это записать в мотивацию? Это не мотивация. Нет, хорошо. Мотивация у нас через край, понял. Учителя. Отлично. Еще что-то? Давай. Сделал фотку, ходи красиво. Что с ней дальше делать? Ну, это можно записать в постпродакшн, в принципе. То есть, как бы, это вот все туда относится плюс-минус. Ну, да. Да, отчасти. Я стал еще куда ранен на этапе ожидания и реальности. Ожидания и реальности. То есть, ты ожидаешь, что у тебя будет много заказов, либо много охотников, то у тебя будет посниматься, а по итогу… А, да, да. Условно говоря, восприятие успеха едет еще можно. Запишем это ожидание и реальность. Как раз многие с этим сталкиваются и говорят, «Имеет асганем, я пойду, там мне больше денег будет». Да, да. «Низкая самооценка». Низкая самооценка. Очень важно. Согласен. Так, самооценка. Правильно. Ну, нормально. Самооценка. Это тоже важно, хорошо. «Посоединись с перфекционизмом, это же как раз вот так, ну, критику, он безумно давит тебя». Нет. Нет. Нельзя. Условно говоря, перфекционизм – это когда ты боишься что-то сделать недостаточно хорошо. А низкая самооценка – это когда ты… Ну, или вообще самооценка. Это когда ты не знаешь, хорошо или плохо. То есть, условно говоря, ты видишь кого-то и это… «А что перфекционизм?» «Давай пока не будем улетать. Давай не будем улетать. Так, все. Пока это самое. Все. Паузу. Паузу. Так, ну давайте для десятого пункта, чтобы у нас было хорошее число. Люблю красивые, ровные цифры. Что-нибудь? «Можно, пожалуйста, идей добавить». «Идей?» «Да». «Да». «Так». «Да». «Да». «Идеи». «Клашеский тупик». «Тупик, да». «Потолок еще его называют». «Фух». «Отлично. 10 пунктов накидали. Очень хорошо. Значит, у нас есть теперь, мы с вами выяснили, что у нас волной техника, постпродакшн, коммерция, перфекционизм, конкуренты, физиология, учителя, ожидание реальность, успех, да, самооценка и идеи. Вот сейчас скажу, что вот все вот эти пункты вас будут преследовать всегда. Сколько я уже фотографий занимаюсь, и вообще, в принципе, по жизни не только фотографий. Я не знаю, я не знаю человека, который бы не преследовал все вот эти вещи, занимаясь он вообще чем-либо по жизни. Я очень связан еще и с производством, я и на заводе работал. Поверьте, там творческие личности тоже мое почтение. Кто бы мог подумать, что токарь может быть творческой личностью? Может, может, и очень яркий такой, интересный. Итак, значит, список мы составили. Давайте теперь будем строить дискуссию на основе того, что мы сделали, и, соответственно, пытаться находить какие-то входы-выходы. Вот, я набросал 9 пунктов. Самый первый у меня это… Сейчас мы будем сюда выводить. Первый. Сравнивать себя с другими. Так, значит, сравнивая себя с другими. Вот это еще, кстати говоря, относится и к учителям. То есть, когда мы начинаем чем-то увлекаться, нам нужно откуда-то брать информацию. Соответственно, мы как люди образованные, как люди, которым владеют интернетом, мы идем в этот замечательный интернет и пишем в поисковике. Ну, я пишу, я не знаю, как. Сейчас, может быть, в соцсети идут куда-то. Я старовер такой. Я рос с гуглом. Мы идем в поисковичок и набираем, как пользоваться фотокамерой. И, условно говоря, кто нам в поиски попал первым, тот у нас, условно говоря, становится нашим таким гуру, наставником, учителем и так далее и тому подобное. И вот как раз-таки одна из очень важных таких вещей – это то, что интернет сам по себе, он нивелировал настоящую экспертность от, условно говоря, такой напускной. То есть, тот, кто больше знает технические возможности самого интернета, может преобладать с точки зрения выдачи результата. И к чему я все это веду? Я веду это к тому, что он вас может повести по немножечко неправильному пути. Либо по пути, которому, ну, нужно, условно говоря, ему. Это может быть производитель фотокамер, еще кто-то там, техники различного рода. То есть, как бы это, в принципе, нормально. Но просто в процессе, как бы, вот этого поиска вашего, да, вы еще натыкаетесь на различного рода группы с фотографами, великие имена. У нас очень интернет тоже любит этими именами пострить, потому что они на слуху, они известны. Я лично очень люблю документальную фотографию, уличную фотографию и в основном люблю арт-хаусную Японию. Я много раз там был, можем потом об этом поговорить. Вот, и еще Америку в 50-х, 60-х годах, то есть, это самое, Эгглстоун, Клайн, Франк, Брессон. Вся вот это вот замечательное братье, она является моими кумирами. И абсолютно нормально попадать под их влияние. Вот, то есть, когда мы смотрим на фотографии, мы видим, блин, действительно замечательно, классно, решающий момент, спору нет. Вдохновляемся, хочу точно так же. И вот здесь вот, когда говорим, сравнивать себя с другими, то есть, попадать по влиянию и сравнивать себя с другими, это немножечко разные понятия. То есть, когда мы попали под влияние, мы учимся, это нормально. Я точно так же. Я, когда попал под влияние японской фотографии, я начал учить язык, я в итоге скопил на эту поездку и целый месяц там путешествовал. Потом второй раз, третий раз, вот сейчас бы еще и четвертый раз поехал и поеду обязательно. Потому что у меня в голове встал вопрос, очень простой, ну как, как вот они это делают, да, почему у них такая высокая культура фотографии, почему у них никто особо там не так заморачивается с какими-то там техникой, гаджетами, прочими вещами, почему у них там вообще они вот мыслят вот не так, как, условно говоря, американская школа, не так, как русская школа, да, совершенно разная школа фотографий сами по себе. И вот опасность вот этого сравнивать себя с другими заключается как раз таки в том, что, когда мы попадаем под влияние, то из него, из-под него очень потом тяжело выйти. То есть ваше настоящее, ваш опыт весь, он где-то, условно говоря, где-то в глубине стоит, да, и вот вы можете попасть под влияние над тем, что такое, ну, является настоящим красивым пейзажем, да. Это, условно говоря, старые там добрые какие-нибудь F8, да, что-нибудь такое, золотой час, вот эта вся история, там сечение, третье, в общем, вот такая вот штука. И опять же это связано с периодом обучения, но здесь я вас просто призываю, сравнивая себя с другими, пожалуйста, понимайте, что вы уникальны. Вот каждый из вас здесь сидящий, он уникален, и, соответственно, занятия фотографией, они завязаны на то, чтобы эту вашу уникальность вы потихонечку доставали из недр собственной души, да, транслируя на фотокамеру. И вот как часто еще тоже говорят, мне тоже присылают фотографию там какую-нибудь красивую. Георгий, удалось ли передать на снимке ощущение томного вечера? Что это вообще такое, это томный вечер? Да, то есть вот здесь фотография существует такая ловушка, потому что мы, условно говоря, попадаем на место, мы попадаем вот в, у нас же много органов чувств, мы нюхаем, мы глазками смотрим, ушками слушаем, да, мы еще разговариваем, и это все создает атмосферику такую. И вот мы пытаемся сделать это, передать все на фотографии, и вот, картинка разрушается, потому что в фотографии ничего этого нету, она самодостаточна, самобытна, и вот как раз-таки это очень важно понять, что фотография, она этих всех чувств не передает, у нее свои выразительные, свои сильные стороны. Так, вторая вещь, это зона комфорта, пресловутая. Так, давайте, накидайте мне идей. Что такое зона комфорта? Андрюша, давай. С приростой к чему? Ну, зона комфорта, я не знаю, вот ты сейчас сидишь, у тебя комфортно? Отлично. Да, давай. Когда тебе просто комфортно снимать, например. Да. То есть вот это все. Когда тебе, знаешь, я, наверное, сейчас, немножечко перетеку с клинки страйкбола, я помню момент, сколько раз до, знаешь, начинаешь снимать, ну, какая-то фигня. Реальная фигня, час, два, а потом тебя накрывает, как я понял, что это все-таки накрывало вдохновение. Все, потом вот остаток игры, у тебя все как идеально. Тебе фотография нравились, ты начинал, в общем, вот, куда-то влезть в самые дебри. Не, у меня это было на страйкболе постоянно. Хорошо, так. По факту зона комфорта развивается, что есть привычки, через которые ты не можешь переехать, ну, грубо говоря. Допустим, привык, допустим, жить как будто, допустим, в селе. Да. И тебе, допустим, для тебя стресс, допустим, переехать в город или еще что-то. Ну, комфортно, это, грубо говоря, переезд, куда-то для тебя новое место. То есть какое-то изменение в жизни. То есть а также тут называется то, что капот там, ну, это, допустим, ты должен измениться, чтобы разбиться. Да. Но ты не можешь сейчас переступить, страшно. Не будет от... Да, да, да. Я понял мысли. Нет, они будут воплощены. Хорошо. Если по съемке студии сами не встречи, то есть у всех не будет декоративы, то есть у всех не будет декоратив, а у всех не будет. Да. Потому что не будет, собственно, не будет зону комфорт. Да, 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 да. Ну, да, то есть, по сути дела, мы все приходим к одному, что зона комфорта – это, по сути дела, повторение какой-то рутины изо дня в день, к которой мы привыкли, к которой нам хорошо, да, и в которой мы понимаем, что я проснусь в 8 утра, я заварю себе прекрасный лавандовый раф, вот. Потом в 9 выйду на работу, в 10-м часу выпью еще один лавандовый раф, вот, а в 11-м ухо как попрет, что-то там, да. Вот. Расскажу несколько забавных историй жизни. В 2019 году я работал на заводе, работал, ну, собственно, не то чтобы по своему собственному желанию, потому что с творческой стороны фотография пришла в абсолютный ноль, в тупик просто. Я понимал, что я ни хрена никак не зарабатываю, не могу, не умею, вот, а жить-то надо как-то, да. Брат работал сварщиком, взял меня на завод, и это был не просто выход из зоны комфорта, а целая ломка, вот. Но по факту оказалась совершенно замечательной школой жизни. Если вот на пенсию выйду, и мне будет очень скучно, я туда вернусь, потому что я там столько времени имел для саморазвития, что, ну, просто от этого офигел. Вот. И в результате это привело к тому, что как раз-таки, когда я пересидел, переждал, буквально, меня хватило на полтора годика, вот, потом мне стало скучно. Я подошел к начальнику, я сказал, есть что-то интересное? Он говорит, нет. Я говорю, ну, тогда и пошел. Иди. А еще я тогда блог писал тоже забавный такой, он еще меня на блоге нашел, сказал, ах, ты такой секой, что ж ты гадости всякие пишешь? Говорю, ну, какой гадости-то, Юрий Сергеевич, нормально же все, нет, это все гадости. Вот. Это было тоже очень некомфортно все это читать. Тем более, что он сам себе раскрыл потом в блоге и написал, что я вот начальник того самого маленького завода, не думал, что я приютил такого гада. Хотя там было все, ну, настолько тепло и лампово, что насколько себя можно представить. Ну, что было, то было. И, в общем, снова ушел свободное плавание, причем вот такой классический гаражный стартап, друзья. Вот, я не знаю, голые стены, ну, гараж, ну, просто обычный гараж, блин, ни хрена, вот ничего нету. Надо было научиться паять сразу же, класть штукатурку, работать с полами, потом еще зимой научиться работать с дизельными генераторами. Вот, особенно, когда у тебя вот дали печку, денег нет, ничего нет, ты все как бы сам должен делать. Ох, друзья, вот это выход из зоны комфорта был, я вам скажу. В общем, к чему я все это веду, на самом деле, в бизнесе очень любят говорить, что риск, точнее, прибыль приходит с риском. Соответственно, пресловутая зона комфорта, сейчас тоже еще немножко улечу, чтобы было интересно. Я смотрел замечательный фильм Вима Вендерса «Идеальные дни». Вот, ну, кто-то кивнул, тоже смотрел, да, молодец. Вот, поскольку я в Японии был, я понимаю, чем он замечательный, потому что я вот эти все «Идеальные дни» там наблюдал. Он о японском моющике туалетов, то есть реально сюжет никак не развивается. Кто читал товарища Харуки Мураками, это вот чистой воды и такая японщина. Ты читаешь книгу, думаешь, ну, сейчас пойдет, сейчас попрет, а он тебе, нет, ничего не попрет. Нет, мы так и будем это наблюдать за гладью воды, вот это вот, иним и яним японским. И ты думаешь, да, вот здесь я не хочу быть японцем в душе. И вот этот вот сюжет «Идеальные дни», он как раз-таки там о повторяющейся рутине изо дня в день. И как маленькие раздражители пытаются человека вот из этой зоны комфорта, условно говоря, вытянуть, да, а он в нее снова погружается, но потихонечку, по чуть-чуть трансформируется. Вот, и, в принципе, этот фильм понравился тем, что он как раз-таки говорит о том, что, ребята, у нас с вами достаточно времени, и, условно говоря, сейчас вот я вас вдохновлю, надеюсь, да, не нужно бежать с шашкой на голову, сейчас я все изменю, всю свою жизнь изменю, не, не надо. Самое главное понять, что рост приходит там, где вам, ну, как-то вот, ну, не так. Когда я вот с завода ушел, свободное плавание, вот этот замечательный гараж, это была только вершина айсберга, то есть вот просто выжить, это вот такая замечательная вещь, она у меня два года заняла, вот просто выживание. А потом начался жесткий бизнес. Моркетинг, пиар, все, да, вот эти все вещи. Я в них что-нибудь понимаю, скажите, вот, ни хрена, вот просто ни хрена, но надо было. Вот почему? Потому что, условно говоря, какие перспективы? Ну, обратно на завод можно пойти на 28 тысяч рублей. Ну, класс, хорошо, конечно, но не ходься, не ходься. Вот, поэтому начинаешь что-то как-то адаптироваться и потихонечку, потихонечку, потихонечку вот эта вот некомфортная история становится твоей комфортной историей. И вот этот вот процесс, он бесконечен. Поэтому, друзья, у кого проблемы с техникой, он ее не понимает, потихонечку меняем какие-нибудь параметры. Вот, если проблема с коммерцией, соответственно, потихонечку начинаем подкручивать винтики туда. Причем я говорю, сразу погружаться за головой не нужно, достаточно 5 минут в день. Вот эти вот пресловутые 5 минут в день. Но это, блин, работает. Вот просто точно так же начать ВКонтакте что-то искать, там где-то в какой-нибудь еще сети, вот через Google, через поиск, и начинаете потихонечку погружаться. Вот, потихонечку, по чуть-чуть, главное плавненько. Выходим из зоны комфорта, не выходя из зоны комфорта. Вот, иначе потом, в общем, словите выгорание, и не только моральное, но еще и физическое. Под физическим я имею в виду нервное. Вот я свои нервы очень жестко посадил. Поэтому такое бывает на нервике. Стараюсь держаться. Вот, третья вещь, это у нас сдаться. Give up, never give up, сдаться. Вроде правильно написал. Количество раз, которые я хотел бросить фотографии, я уже, наверное, не перечислил. Вот. У меня, по большому счету, каждый раз вот проходит под девизом, вот сейчас попробую, и все, черт эта фотография. Вот то же самое, сейчас вот попробую развить еще один проект пленочный, и не получится все, катись все на колбаской. И вот в этот самый момент, вот когда ты говоришь, все, нафиг, оно вот начинает приходить. Я не знаю, как это работает, но это работает. Вот реально. И причем имеет отложенный эффект. Вот тоже это вот запоминайте, запишите себе в тетрадь разума. Когда мы что-то начинаем транслировать в открытую, ну вот меня, например, очень часто на ютубе троллят, что я всегда представляюсь коммерческим фотографом. А люди не понимают, что мне это очень нужно было, мне это было очень важно, потому что в свое время я на этом получил очень жесткую травму. Травма заключалась в том, что я думал, что, ну знаете, как художник, говорит, ну, это никому не надо. Кто это купит? Никто это не купит. Это никому не нужно. Вот это всякая такая история. В общем, низкая самооценка, привет. Это никому не надо, привет. Все вот это логичное побеждает, привет. Ну и в результате ты думаешь, что это действительно нахрен никому не надо. И ты так действуешь. Вот. Соответственно, хочешь ждаться. Вот какая-то внутренняя стержень тебе говорит, типа, не надо. А потом, чем дольше ты этим занимаешься, тем сложнее все это уже бросать. И, кстати, приходит стадия принятия. Ну, все, понятно уже. Поздно себя в 40 годиков как-то переделывать. Вот у американцев есть такое понятие, там, second chance, third chance, там, типа, второй шанс, третий шанс. Вот они сначала себя в 20 лет такие осознают, какие они красивые, потом в 40, там, с хвостиком, а потом в 60. Ну, не знаю, может быть, я в 40 себе осознаю чем-то с хвостиком. Не думаю, что я далеко укачусь. Вот. Так что не сдаемся, друзья, и запоминаем, что вот этот ложный эффект, что очень важно. То, что я себе транслировал как коммерческий фотограф, в результате у меня это все в голове выправилось, все нормально, теперь мне это транслировать не нужно, я им являюсь, откровенно об этом заявляю. И людям, о которым я это тоже говорил, они в результате приходят такие и говорят, о, я помню, год назад, два года назад, ты говорил, что вот этим вот занимаешься. Это еще интересно? Я такой, ну да. Вот. А условно говоря, вы можете еще с десяток жанров сменить при этом. Вот. Особенно по части тех, кто только пробует себя, еще хочет этим зарабатывать. Есть такая распространенная, ну, штука, и вы ее тоже наверняка слышали, то есть нужна специализация, да, не нужно быть Jack of all trades, то есть не нужно быть мастером на все руки. Я бы вам сказал, будьте мастером на все руки, пробуйте все, что угодно, ошибаться нормально, да, потом вам через годик вспомнят. А помните, вот вы снимали там детский утренник у меня, а вот, пожалуйста, мне еще свадебку нужно или что-то такое. Так что не сдавайтесь, вот. Оно вас будет постоянно накрывать. Так. Во. А теперь это, переходим к более вкусному. Отсутствие фокуса внимания. Да, отсутствие фокуса внимания. Тут еще нужно дописать, что это у нас идет самодисциплина и действие. Значит, что такое отсутствие фокуса внимания, друзья? У нас сейчас, мы живем в информационное время, информация очень доступна, каждый суслик в поле агроном, да, и кого слушать непонятно. Все что-то говорят, я что-то тоже говорю, я вроде как убедительно звучу, и это как-то может начинать вас ломать, то да, сё. И вы можете начать прыгать от темы к тему. Вот. А здесь очень важно выслеживать и выдерживать четко цепочку событий. Предположим, вы приобрели какой-то новый объектив на какую-то новую камеру, да? Спокойно ее изучаете потихонечку, по чуть-чуть, да? Зона комфорта потихонечку вот тут. И самое главное, потом рефлексия. То есть вы какой-то опыт получили, вы его осознаете. То есть не нужно переключаться какой-то там на Инстаграм, об этом писать, как-то стремиться там прыгать из жанра в жанр. То есть что-то приобрели, какой-то гаджет, да, навык, опыт, что-то еще. Подумали, пожили с ним денечек, два, три, четыре, пять. Сделали какие-то выводы от этого всего. И дальше заканчивается действием. То есть действие это уже может быть, то есть либо новая съемка, да, то есть вы технику попробовали, поняли, что она хорошая, замечательная, вам с ней стало покомфортнее, и вы отправляетесь на съемку. Вот что касается съемок, у меня никогда не было, чтобы я снимал в зоне комфорта. Каждая съемка – это просто лишнее выпадение волос на голове всегда. Вот. Именно поэтому в жесткую коммерцию надо уходить так, это очень осторожненько. Это не игра в одни ворота и не игра одного человека. Вот. Но тем не менее, то есть действия, и вспоминаем вот про зону комфорта, и вот этот четвертый пункт, в том плане, что что-то новое не должно вас совсем слишком ломать. Вот, например, у меня в 19-м году у меня был выбор, необходимость такая выбора, на чем ретушировать фотографии. Денег нет. Вот, как бы, вроде как все на MacBook это все делают, на таком красивом, мощном. Я на ценник посмотрел, такой, о, вообще не варик. Кредит? Не, нафиг. Я когда бизнес открывал, у меня мошенники деньги сперли, мне было уже весело. Вот. И я такой нашел планшет, iPad. Он тогда что-то начинал развиваться, вот эта вся платформа, шура-мура. Поскольку я знаю английский, я пошел сразу в англоязычный сегмент интернета, стал там смотреть людей, которые рассказывали о том, как они трансформировались с точки зрения фотографии вот с этим инструментом. И я тогда понял, ну, классная штука, можно с собой брать, инструменты есть, все привычно, все с ручкой, все классно. И я тогда рискнул, а это было очень такое мощное, действительно вот движение. Сейчас это кажется смешно, ну, 75 тысяч рублей потратил, но для меня это было очень важное событие. Причем эти деньги я еще получил, продав почти всю фототехнику, которую мне подарил японский дядечка от того, что он очень вдохновился, ну, моим жанром. Понимаете, какая ответственность, блин? Ну, нельзя обосраться, нельзя. Вот. И поэтому я очень долго готовился, я этот шаг сделал, с собой нереально горжусь. Вот. iPad рулит, друзья, компьютер говно. Снимаете на пленке? Да, да, да. Ну, это реально классная вещь, обязательно попробуйте. Вот, оно как-то замедляет, вставляет мозги, делает немножко неудобно и все. Вот. Не отменяет, правда, того факта, что я действительно хочу компьютер, потому что у меня просто тупо уже глаза стали стареть. Вот. Физиология. Никто ее отменяет. Вот. Значит, теперь переходим к пятому пункту. This is my favorite. Аааа, смартфон. Да? Смартфон. Кто скажет, почему он такой вот злой у меня? Мысли, давайте. Потому что, если мы рассматриваем фотографию 2010-го и сейчас, мы увидим, что очень большую часть сегмента фотографий отжал в телефон. Это съемка детей. Хорошо, съемка, понял. Нет, я не имею в виду. Да, 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 я понял, 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 да. Съемка. Ну, и естественно, видео плюс, извините. Плюс, естественно, в отличие от этого, все это делается быстро. Да. Ты выкладываешь скорость... Отлично. Быстро, скорость, съемка, хорошо. Еще. Еще. Обесценивание, да, правильно. Еще. Даймпиллер. Правильно. В общем, это... Фото забрал. Время, условно говоря, тоже. И плюс еще... Что у нас там было-то? Таймпиллер. Техника. Обесценивание, да. Хотел значок доллара нарисовать, не буду. Рубль. Вот. Все, перезачеркнем. Это наш любимый деревянный, который не ржавеет. Вот. То есть, друзья, ну реально смартфон – это бич нашего времени. Как, я не боюсь этого слова, как котики в Америке 60-70-е годы. То есть, тогда никто не думал, как бы, какие последствия они все вот это вот несет, имеет, да. Потому что они думали, что это, ну вау, прикольно, чакра открывает, фантазия бьет ключом. Действительно, мы очень мощную культуру получили. И в том числе огромное количество больных душ. Вот. Смартфон, конечно, в физическом смысле не так влияет, как котики. Это жестко. Но в плане творческого и прочего, ой, мое почтение. То есть, сразу мы получаем все, вот то, что я написал, мы сразу все и во многих всех аспектах. То есть, смотрите, смартфон выходим, да, там таймкиллер в соцсети. Мы всегда смотрим на кого-то, следим за кем-то. Там постоянно идет какая-то дольчевита, лучшая жизнь. Кто-то что-то кушает, пьет, замечательно выступает. Я сейчас тоже запишу. Буду такой есть красивый, крутой, кто-то мне будет завидовать. Что начинаем делать? Сравнивать с собой, да, понижать самооценку. Вообще не в какие ворота. Опять же, то, что он там что-то там обрушил, да, вот это вот снизвел все до плинтуса. Это действительно правда. Это так и есть. Я считаю, что это хорошо. Потому что, если посмотреть на историю культуры вообще, в принципе, то фотография сделала то же самое и с живописью. На секундочку. Ну, по части вот таймсейвинга и этого техники, да. То есть, у художников отняли ремесло, потому что они уже все. То есть, не нужно там сидеть на Монмартере, рисовать красивые картины, портреты, вот вся вот эта история. Можно сделать фотографию. Тем более, что это вау, это новое, классное, необычное, крутое. Ну, социальный статус, друзья, это очень важные вещи для людей всех времен народов. Ну, что получила живопись? Живопись расцвела просто бурным цветом, бурными красками. Породило невероятное количество жанров, поджанров, течений и прочее, прочее, прочее. И вот как раз-таки вот начало, когда, это, по-моему, фотография 19 век, предположим, да, по-моему, 19 век. Она, может, немножко и раньше появилась, но не суть, нам это не важно сейчас. 19 век, то есть, а расцвет живописи пришел вот именно вот на начало 20 века. И все, что мы сейчас имеем с точки зрения живописи, оно произошло благодаря фотографии в том числе. И, кстати говоря, некоторые реликвии среди живописи, особенно в плане современного искусства, были сохранены благодаря фотографии. Вот есть такая история с писсуаром. Андрей, напомни мне, как он? Дюшан. Вот. Дюшан купил санфоянсовое изделие, писсуар перевернул его и перевернул мир искусства. И он, по-моему, их штук 10, что ли, этих писсуаров покупал. Их постоянно разбивали, говорили, что это не искусство, что это трэш, что это нереально, ненужно, неважно. Что ты делаешь, идол там коммунистический. Вот. Фу, фу на тебя. Вот. И этот факт в истории искусства остался только благодаря тому, что фотограф в свое время, я сейчас забыл его фамилию, очень яркий, хороший, мощный дядька, он сфотографировал, собственно, этот унитаз. И таким образом увековечил сей факт искусства на все времена. Вот. И, соответственно, мы с вами имеем вот такую вот огромную ветку развития искусства, да, почти в 200 лет, 100 лет. А что там сейчас в фотографии, она только-только сейчас начинает, условно говоря, развиваться. Поэтому смартфон, друзья, он забрал на себя очень многие важные вещи, которые, условно говоря, нас кормили. Но и в то же время открыл нам возможности. Вот. Сейчас про возможности убрали, нам это не нужно. Вычеркнулись головы из памяти. Что нужно запомнить со смартфоном? Он у нас, самое главное, отнимает вот внимание. Потому что с точки зрения рефлексии, да, вот то, что я говорил, самодисциплина, рефлексии, действия, он это убирает. То есть постоянно отвлекаемся, постоянно смотрим на телефон. Вот эта вот история, когда сделали фотографию, убрали там, а там еще куча уведомлений, 100-500 приходит. И это все не дает нам очень важного побыть наедине с собой. А вот те пресловутые 10-15 минут, они позволяют головушке очиститься и понять, что вы действительно сами хотите в этой жизни. И не только в жизни, а вот от конкретного действия. Вот купили объектив. А хороший он или плохой? Охрен он знает. Пойду-ка я в интернете почитаю. Неправильно. Надо поснимать, посмотреть на результат, подумать, а потом уже делать собственные выводы. Это очень важно. Да, Андрей Сергеевич? Есть какие-то вопросы сейчас? Что-нибудь? Возражения? Давайте поспорим. Ну быть такого не может. Ладно, потом попозже с вами еще поспорим. Мы еще с вами поспорим. Правильно, молодец. Все, сразу подумал про телефон. Ожидание лучшего момента. Вот это вот наш перфекционизм. Купил камеру с китовым объективом. Не буду снимать. Говно этот китовый объектив. Позвали фотографировать Кристины там какие-нибудь. Не пойду снимать, пока светосильный объектив не куплю. Вот там отснял. Не буду обрабатывать, пока лучший там ноутбук не куплю или что-то еще. И вот дальше пошло, 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 пошло. И в результате, что мы имеем, мы имеем то, что мы ничего не имеем. То есть вот возвращаясь ко всем этим предыдущим пунктам. Не делаем действия, соответственно, не можем понять, ради чего мы все это делаем. Какие ошибки мы совершаем, почему мы их не совершаем. Остаемся вот в этой вот пресловутой зоне комфорта. И, соответственно, живем вот этим вот завтрашним днем. Вот. Поэтому, друзья, лучшего момента его никогда не будет и не настанет. Ох, как пердаки горели от видосов моих, когда я выпускал и говорил, что лучший момент здесь и сейчас. Вообще. Там столько хейта. Вот сейчас зайти, посмотреть. Особенно, когда я еще написал про бизнес, когда я могу купил. Они сказали, пфф, лошара, могу купил. Да неважно по какой. По шарику или по любой? Да по любой. Да по любой, понимаешь? Ой, я тебя умоляю. Вот это вот в голове трешим везде одинаково. И по шарику, и не по шарику, и по фотографии, и не по фотографии, и по производству тоже. Дорого нахи там. Ух, как триггерит. Приходили и писали, что ты неправильно живешь. Да, вот, да. Друзья, если вы что-то где-то опубликовали, и вам написали, что ты что-то делаешь неправильно, ставьте себе лайк внутренний, потому что это что-то у кого-то цепануло. Да, возможно, что-то где-то действительно не так, но вот положите просто, вот болт возьмите и положите. Почему? Потому что вы в следующий раз всегда сможете сделать лучше. Я постоянно на каких-то вот мелких вещах отвлекаюсь, ляпать делаю, что-то еще там. Но вот конечная цель какая, да? У всего этого конечная цель сделать кого-то немножечко счастливее. Вот моя сейчас конечная цель сделать вас счастливее. Вот банально. Чтобы вы вдохновились. И я кучу ошибок сейчас совершаю. У меня вообще все сейчас не по плану идет. Я волнуюсь. Слушай, это нормально. Конечно. Закон Мерфи у нас никто не отменял. Но жить-то как-то с этим надо, правильно? Вот. И вот в этом как бы все и живем. Поэтому, друзья, лучшего момента нет. Бизнес я открыл в период, когда все бренды ушли. Потом кредит взял, когда началась эта замечательная СВО. Потом у нас была мощнейшая просадка с первой волной этих самых всех уежданцев. И она продолжается, продолжается, продолжается. А ты просто как-то привык во всей вот этой бурлящей воде жить. Ну, для меня это абсолютно нормально стало. Вот. И начинаешь просто думать, какие-то решения придумывать. И они порой сопряжены с таким огромным количеством костылей и всяких странностей. Вот. Что ты думаешь, господи, как ты так только до этого додумался. Вот. Это же вообще в корне неправильно. Или человек, который, не дай бог, это увидит, он сразу подумает, ну, в интернете уже у нас все вот так вот надо правильно делать, а ты вот как-то неправильно делаешь. Вот. Ну, да, неправильно делаю. И что? Хейтеры будут хейтить, креаторы будут создавать. Все. Ну, не надо по поводу вот этого всего. А-а-а. В смысле надо. В смысле надо. Слушайте, извините, пожалуйста, Люд, извините, пожалуйста, вот Люд, вы что-то связаны со страйковым? Сейчас просто договорить, как меня там, Василия. Я могу тебе сейчас и про фото тематику рассказать. Хочешь, хочешь, YouTube комментарий открою? Вот сейчас, вот смотрите, друзья, вот вообще на изю. Я каждый раз с этого вообще офигеваю, вот насколько у нас в интернете людям делать нечего, им только гадость надо писать. Слушайте, такие люди просто идут в пешей родине. Ну вот, банально. Какой смысл снимать на пленку в 24-м году? Зачем, говорит, мелочиться, переходи на фотопластинки и форматную камеру, а дальше много всяких запрещенных букв. Вот. Там про нейросети мне понравилось. Причем вообще снимать и съесть нейросети? Если есть смысл, то только на средний формат снимать, да. Вот. Ничего не понял, автор УГЭ, иди в бань. Ну, это было, это классик. Блэд, опять продажа услуг под видом контента. Ну что такое, инфо-цыгане задолбали. Слушай, а люди настолько тупые, что они понимают, что любой обзор в любой теме, это, скажем так, скрытый минимум, скрытый рекламный. Люди не тупые, люди умные. Люди тупые. Нет. Посмотри, знаешь, в чем манипуляция заключается? Манипуляция заключается в том, что на тысячу просмотров видео приходится вот один такой уникум. А все остальные, вот нормальные, вы сидите, вы нормальные люди, вы сюда пришли, вы уже не безнадежные. Я вас поздравляю, похлопаем все друг друга. У вас все будет хорошо, потому что вы здесь, вы самый главный шаг произвели. Вы купили гребаный билет, заплатили деньги, вам сказали, да нахрена это нужно, ничего здесь не увидите, никого не услышите, вот, все трэшу. Спасибо. Вот, ладно, улетели. Многозадачность. Мультитаскинг. Ну, он уже, конечно, не модный, да, но тем не менее я его писал, потому что очень часто путают выполнение какого-то количества действий за единицу времени и разносторонность, условно говоря. Да, то есть, например, вы, как люди, увлекающиеся фотографией, видео, не люблю это слово «должен», но сейчас его произнесу. Должны знать фотокамеру, должны знать, как монтировать видео, должны знать, как работать в этом фотошопе, вот, фигме или что там сейчас крутое. Вот, должны уметь создавать сайты, должны человеку дать точные координаты, как прийти в фотостудию, должны ему сменную обувь предложить, должны ему фотографии бесплатно отрестачить, вот так далее, там подобное. И вот это вот не многозадачность, это как раз-таки вот про ваш опыт, а многозадачность это когда вы пытаетесь все сделать, условно говоря, разом, вот, то есть, пытаться усидеть на многих стульях, и у вас этого ничего не получается и не получится. Вот, поэтому, друзья, про многозадачность вообще забываем, да. Очень важная вещь, вот, когда вы пришли в какое-то уединенное пространство по возможности, у нас у всех разные судьбы, семьи, возможности, но, тем не менее, вот, возможность остаться наедине с собой, это как раз-таки возможность отказаться от этой многозадачности и спросить себя, а что же я хочу на самом деле действительно сделать, да, вот, что вот в этот момент времени я хочу сделать. Может быть, я хочу этот пресловутый лавандовый раф выпить, да, и это нормально. И при этом не нужно сидеть, обрабатывать фотографии, не нужно отвечать клиенту, не нужно вот этот вот весь смартфон тыкать, дрыкать, не нужно этого делать. Потому что в момент, когда вы будете наслаждаться кофе, раздастся звонок, а у вас будет открыт ноутбук, и... Дорого, нахуй. Стоит починка макбука, не надо. Вот, я себе сразу, когда купил, заправил, сказал, не ем, не пью, заработай. Потом ем и пью. Вот, и это позволяет еще разгрузить мозги. Тоже очень хорошо и сильно, потому что вот перед тем, как я к вам поехал, у меня был очень тяжелый понедельник и вторник. Вот бывает такое, надо клиентов подводить автобусами. Вот, я не знаю, с чем это связано, я люблю аналитику, очень графики строил такие, а потом это... Что-то происходит, вот все перечеркнет, так фигня, все это твоя аналитика, вот, люди хотят вот так. И ты такой, ну, блин, денег нет, надо делать. И вот 20 человек я клиентов обработал, вот, понял, что так больше делать нельзя, потому что давление выросло, я на следующий день такой лежу, помираю, и только записал себе задачи. Нафиг такое, все, создаю очередность, по записи идут лесом, всех денег не заработаешь, свое здоровье важнее. Вот, поэтому многозадачность это такая штука, которая здоровье будет убирать. Убирать. Восьмой. Прокрастинация. Прокра. Спасибо. Прокра. Прокра. Прокрастинация. На самом деле не самая плохая вещь, вот, потому что зачастую, когда мы находимся с большим вот этим вот специальным грузом ответственности информационной перегрузки, очень часто принимаем за прокрастинацию наше незелание вообще вот затормозиться, отдохнуть, подумать, рефиксировать, да, действия, кто-то внести. То есть здесь нужно хорошо слушать себя и понимать, где вы просто устали, и вам реально нужно отдохнуть. Ну, я вообще такое вот делаю обязательно. То есть со временем, с опытом ты понимаешь, что вот все-таки рутина какая-то должна быть, это выход из зоны комфорта, то есть не каждый день. Роллеркостер горки и такой, сегодня фут фотограф, завтра пейзажный фотограф, послезавтра видеограф. Нет. Как раз-таки это про то, что если вы нашли себя в состоянии, что типа, о, я прокрастинирую, на самом деле вы просто, скорее всего, устали, и вам нужно немножко отдохнуть. Это нормально. Это абсолютно нормально. Сутки, другие двое, иногда и неделю. Бывает, иногда и несколько лет. Что же бывает. У меня изначально моя любовь к пленочной фотографии начиналась с того, что, ну, я ее очень любил. Я вообще просто жутко в дартуме повисал, всю технику изглапывал, все, у меня все было. Лейтесь, смейтесь, лебуады, влады, все, все было. Вау, успешно. А потом, как отрезал ножом, все, перечеркнуло. И, ну, не могу, не может, все. Сидит, прокрастинирует, не знает, что делать, а потом это, немножечко отдохнул, пошел в другое точное направление. Прямо в видео пошел. Везда там, стало там несколько фильмов замечательных. Вот, потом еще с Андреем Сергеевичем замечательный проект аналогов съездили. Вот. Догоняйте, просто вот эту, извините, пленочную. Прямо, ты на пленку снимаешь? Да. Мы еще там на кино. На кино пленку снимали. Вообще, ух, горжусь этим, друзья. Вот, все надо попробовать для того, чтобы ни о чем не жалеть. Но, тем не менее, как бы вот оставаться наедине с собой, с замечательным любимым, на долгое время тоже не надо, потому что может наступить такой период, когда, ну, вы поймете, что вообще перегорели в этом деле. Да? То есть вот это выгорание и прочие вещи, оно связано тоже с прокрастинацией вот этой замечательной, потому что вместо того, чтобы что-то делать, вы либо не делаете ничего, либо постоянно себя вините о том, что вы вот этого вот ничего и не делаете. Это еще хуже, потому что, когда вы начинаете себя винить, у вас самооценка тоже идет в минус, вот это ожидание реальности, тоже истремление имеется в виду, и впадаем в негативные родители эмоции. И да, теряем любовь к хобби, не хотим больше этим заниматься, ищем, пытаемся по старинке покупать какую-то технику, что-то такое еще, а это удовольствие уже не приносит, и все, бам, я выберу. Тоже не приносит тебя в курсе, тебе очень приятно. Значит, я бы, ты все, да? Ну, ты сказал, я слышу тебя. Хотел сказать по поводу перегорания все-таки. Это немного перегорание и выгорание все-таки, когда все, все надоело, я хожу от немножко разноречно. И я вот, как человек, я просто увлекаюсь такой на очень примитивном уровне психологии, да? И как бы я понимаю свои вот моменты, когда мне организм начинает все, Дима, давай тормози, потому что, если в двух словах, все такое, вообще кто знает, что такое творческое перегорание вообще? Либо физическое, либо нервное истощение организма. И тут надо уметь действительно останавливаться. Потому что я знаю людей, которые 24 на 24 на 7 фигачат, а потом, как ты правильно заметил, выгорает до такого состояния, что все бросают камеры, и даже если бы, ну, просто не снимают. И было вот такое. Ты знаешь, когда я первый раз перегорел, мне было дико, мне было, да, реально страшно. Просто представь себя, когда тебе выключают, все нормально, да, то есть ты нормально живешь, что функционируешь. Не как в депрессии, да, вот как просто, тебе просто выключают, желание снимать. И так две недели. Я не знаю, по-моему, депрессия ходит с бок о бок с этим делом. Хотя и то это психологические расстройства, но это немного другое. Это немножко другое. Да, это другое. Вино, пиво и без вировки – это другое. Все, все, выключили. Девятый пункт, просто не так много времени остается, а еще хочется поболтать. Хотя нет, полчаса еще. Нормально, нормально. Идем в графике, хорошо, я держусь с собой. Так. Жалобщики. Да, у тебя жалобщики, ну, да, и фотографы жалобщики, или фотографы жалобщики. И то, и другое. Да. Ну, чтобы вы понимали, да, мы все с вами, как бы, животные социальные. Вот, и как-то общаемся с людьми. Как только ты немножечко начинаешь выделяться чем-либо, да, тебя пытаются обратно вот этим силком затащить туда. Ну, назовем это болото. Болото я не люблю, слово, потому что есть совершенно разное окружение людей. Вот. И я тоже разные социумы повидал. И хорошие, и нехорошие, и дорогие, и дешевые. Вот. Суть в том, что это все завязано на привычке. Те же самые зона комфорта, сдаться, не сдаться. То есть люди что-то пробуют, у них это что-то не получается, они очень хотят сразу быстрого результата. Так не бывает. Быстро ничего не приходит. Я сказал, что любое действие имеет отложенный эффект. Он примерно за где-то год-два. То есть если вы сейчас заявите, что вы, например, там, арт-фотограф, о вас вспомнят только через два года. А вы уже можете перестать быть арт-фотографом. Но тем не менее, вот, в жалобочке, что это такое? Это люди, которые постоянно на что-то жалуются. У вас, вот, наверняка, если вы работаете на какой-то работе в офисе, или на удаленке, или в интернете, где-то еще, вы постоянно видите эти волшебные комментарии, да? Например, вот сейчас моя любимая. Вышла новая камера Pentax 17, пленочная. 24-й год пленочная камера вышла. Тоже, нет. Вот, люди, да ладно, кому она нужна за такие деньги? Вот, никому она не нужна. Лучше купить смену. Лучше, я не знаю, там, купить на эти деньги что-то еще. Да, пленка – это ваша фигня. Все это вот. И жаловаться, жаловаться, жаловаться. Вот. Ну, что эти люди могут создать-то по итогу, да? То есть, вот, жалобщики, они в основном в массе своей, вот, люди зачастую, никого не хочу обидеть, но зачастую, вот, думают всегда очень правильно и логично. Но когда ты думаешь исключительно правильно и логично, жизнь становится скучно. Вот. Поэтому они обращаются к нам, людям творческим, которые понимают, что вот здесь вот мы возьмем, все перечеркнем, вот, и новый мир построим. И такие, да я быть такого не можу. И начинают включать свою дуду, жалобщики. Вот. И то же самое у нас внутренне тоже может происходить, когда мы попадаем и подвергаемся вот этому влиянию. Я сразу скажу, что его избежать невозможно. То есть, вот, например, те же самые комментарии, которые я вам зачитал и прочее, прочее, прочее. Можно их удалять, можно банить людей, но нужно на самом деле воспитывать вот тот самый внутренний стержень с помощью вот этих вот замечательных пунктов, которые просто вас настолько толстую кожу сделают, что вы просто будете понимать, что это эти люди, которые ни на что не влияют вообще никак, да? И, соответственно, на вас они тоже повлиять не могут. Вот у меня был совсем недавно опыт, тоже я вводил фокус-группу для своего нового продукта, услуга. Не хочу это слово применять. Но тем не менее, ладно, в общем, для новой фишки. Фокус-группу вводил, и там был человек, который, ну, не то чтобы случайный оказался, да, но он оказался вот тем самым жалобщиком, который поломал, не то чтобы судьбу, зачем громкое слово, в общем, поломал весь настрой остальных участников. И это заключалось в том, что он говорил, да, блин, бросьте все ваши камеры, они нафиг никому не нужны, все эти ваши светодательные объективы тоже нафиг не нужны. Вот смартфон всех победил, он всех на лопатки положил, вот у всех есть замечательная камера, вот фотографа нафиг не надо тоже, это самое, сколько вы там берете, 10-5 тысяч час, нет, все это нафиг не надо, вот есть смартфон, все хорошо. Зачем нужен людям смартфон? Вот они сфоткали, тут же выложили в соцсеть, порадовались, лайков собрали, и замечательно. И вот в таком духе он как бы рассказывал, 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 а я вижу, что у людей, да, 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 вот. Я, как говорится, как мог парировал, но тем не менее, из-за того, что у людей не было вот того самого сильного внутреннего стержня, они, он им туда пробил их, и это, в принципе, хорошо, потому что они лишний раз подумают над тем, а что же они действительно хотят. Вот. Поэтому отчасти жалобщики — это напоминание нам же, самим себе, о том, что же мы забыли, да, или о том, что мы могли бы сделать, но не сделали. Вот, немножечко сложновато сказал, но мы сейчас со всем этим делом разберемся. Вот. Это то, что вам, в принципе, должно помочь с точки зрения возрождения любви к фотографии. Вот. Теперь как бы немножечко про себя личного, да. Этой весной, ну, я не то чтобы не любил фотографии, но не испытывал к ней никакого вообще симпатий. Ну, я все перепробовал. Ну, все. У меня все было. Вообще такой весь успешный, крутой, да. Кино снял, выставка была, книжка была, это было, все было. Вот. Успех был, заграничные поездки были. Ну, что дальше? Фотография уже не торкает. Он постоянно еще пишет. Вот смартфон, вот ИИ. ИИ всех победили, победят. И тут возможность появилась с Pentax поиграть. С самым разным. Я такой, ну, давай, попробуем. Взял один камеру в прокат. Вот вы тоже можете это все сделать, да, поиграть. Объектив. Один, второй, третий. Примерил на один жанр. На свой любимый, который я уже забил, там, научную фотографию, там, некомфортно. Что-то там опять это, какие-то эмоции стали вспоминать, вот это вот, прочие вещи. Какое-то, в общем, это вот правило пяти минут. Потихонечку, 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 по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. А потом выходит, вот это замечательный Pentax 17, я такой, эврико! Пленка. Я про нее забыл. А почему? Ну, потому что вот уже, типа, все было, все и так далее, и тому подобное. И от абсолютного непонимания, зачем, собственно, мне нужна фотография, да, особенно, когда еще это все перемеживается на коммерческие факторы, на постоянный этот неуспех, на то, что тебе говорят, ну, ты называешь себя профессионалом, а чем ты зарабатываешь деньги? Не фотографии. Какой ты нафиг профессионал? Или как мне люди писали, ты говоришь, что ты уличный фотограф, но какой ты уличный фотограф? Он на улице вышел, фотки сделал, и все. Это разве стрит? Да, да, да. Да, да. То есть это, особенно, когда ты находишься в таком слабом состоянии, это все пробивает, и в результате ты вот начинаешь этим самокопанием заниматься. Вот. Но здесь очень важно просто фильтровать людей, друзья, и стараться стремиться к тем, кто все-таки как-то ярче, светлее, выше, лучше, круче. И потихонечку отдалять тех, кто как раз-таки находится вот в этой вот сфере прокрастинации и жалобщиков. Вот этот вот замечательный Pentax 17, его еще нету, да? Я не смотрю никакие ревьюшки, я не смотрю никакие обзоры. Почему? Потому что я не хочу смотреть, кто будет мне говорить, что «А, они сделали простую камеру за 80 тысяч рублей, блин, она ничего не умеет». Зачем мне их смотреть, мне не надо их смотреть. Мне не нужно смотреть тех, кто говорит, да почему полукадровая, почему не полукадровая. То есть я не хочу смотреть вот всю эту логичность для того, чтобы она мне проникала в мозги, и чтобы она меня сбила вот с этого замечательного творческого полета, который я сейчас испытываю. А в результате это привело к тому вот сейчас, да, что простая игра пятиминутная вот с техникой, она привела к тому, что появился новый проект, идея. Фото на пленку точка ру. Вот, ну, лежит запрос вообще вот, ну, нафиг никому не нужна. Кому нужна сейчас пленка, вот скажете мне, да? Да я тоже согласен, наверное, нахрен никому не нужна, но мне нужна. М? Да никому она не нужна. Я тебе это уверяю. Слушай, у меня отец только 24 года на Кэноне снимает, на пленочной. Это я сейчас не говорю в цифруке. Знаешь, он до сих пор снимает. Как бы, и он сейчас, правда, не так много, но денег не так много. Многие, многие, это когда вот здесь все сидят, понимаешь? А не многие, это вот я. Она нужна мне. И, друзья, и вот запоминайте, что то, что вы делаете, это, к большому счету, нужно вам. Вот. Это первый момент. Но в погоне за самолюбованием и творческим я, фотографы, они такие все очень эгоцентричные люди. Я в том числе. Не забывайте, ради кого вы это делаете. Вот вообще всегда. То же самое, например, когда, ну, вот этот вот пленочный проект, да, я вас призываю, в принципе, потом прийти. У меня очень много ништяков с точки зрения камер. Вот у меня там пакетик лежит, там снимочки, отпечаточки, вся эта история. Я специально принес для того, чтобы вы это тоже все потрогали. Я столкнулся с той же самой задачей. То есть я как бы сайты создал, там снимочки загрузил, какой-то оффер придумал, то да сё. Просто от башки накидал, чисто вот туда попробовать. Даже не знаю, прокатит, не прокатит. Андрей Сергеевич мне потом... Почем клин света, хотел сказать слово, грязное, не буду. Но правильно сделал. Вот, в общем, то есть сам себя-то, ради себя ты это сделал, да, вот, собственно, для чего людям-то это нужно? Ну, реально, давайте вот спросим, вот в наш век. Смартфоны у всех есть, да, правильно? Камеры цифровые тоже есть. Зачем нужно приглашать человека, который за 30 тысяч рублей тебе 36 кадров сделает? Ну, да, 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 мыслишь верно, да. А потом ещё печатать какой-то снимок, чтобы он висел в интерьере. Один, вот такой. Ну зачем? Зачем это нужно? Всё, логики вымерли. Логика есть. Если кто занимался плёнкой, да, кто её печатал, тот должен понимать, что картинка будет совершенно другая. Не отец с Элигера привозил? Нет, вот, нет, забудьте вы про картинку. Да не нужна она никому, эта картинка. В фотошопе накрутил слайд и всё. Нет. Здесь есть мисс про фотографию, когда тебя попросили поснимать на Инстаг и заплатили денег за это. Ради чего ты Инстаг все... Как так получилось? Дай, дай, дай Лейку. Дай Лейку. Друзья, это просто песня-сказка Огонёк. Рассказывай, ты кейс рассказывай. А, кейс, да, собственно, иногда такое случается, что меня реально просят снять свадьбу каким-то странным образом. Я не знаю, как я привлекаю таких людей, ну честно. Я никому не рассказываю, что я свадьбы снимаю. Вот, я их снял всего лишь за свою карьеру штук 4, наверное, не больше, даже 3. Вот. Одну я снимал реально на средний формат. Вот, на средний формат, на плёночный реально. Через друга выгорит это самое, плёночный, ортодоксальный, вот этот старый непонятный фотограф, да, с плёнкой дружите, да. А можете? Могу. Никто не берётся, все боятся. Я говорю, а что тут сложно-то? Пожалуйста, легко. Взял у друга камеру непроверенную, взял 5 роликов, только потом думаю... Я их даже ни разу в руке не держал. Ну реально. Вот. Но свадьбу отснял, проявил. Слава богу, выдохнул. Почему такая вот грустная ответственность? Потому что я работал в фотолаборатории. Ох, сколько я шедевров запорол, люди. Крутые фотографы в том числе. Как не уволили, не знаю. Ну не уволили. Вот. Молодые люди захотели себе плёночную историю, потому что вот необычная, интересно. Потом они её распечатали, сделали красивый альбом. То есть всё как по аналогу. Хорошо. Но это никаких причинно-следственных связей пока нет. Следующая история. Вот. Лейко, друзья. Сафорт. Кто мне скажет, что это такое? Ну скажите, вот как есть. Полароид. Полароид, да. Слушай, ты хочешь логики от Лейки? Молодец. Ничего. Вспоминаем историю с Q2, Q3. Не, ну это... Продолжаем. Продолжаем, продолжаем. Это фуджи с логотипом Лейки. Да. А кто там у нас с Валенцией с Лейкой? Валенцией с Лейкой кто? Ну, фуджи. Вот. Как ты думаешь, клиенту важно, что это Лейка, что вот это вот будет на ней сниматься что-то или что-то ещё? Как вы думаете? Кому-то важно, кому-то важно, потому что это бренд, понимаешь? Это то же самое, как телефон, айфон и всё вот это вот. Это статус, по сути. Это такой статус, про который не все знают. Больше такой, локальный. Да. Локальный или локальный. Я тут как мог нарисовал человечка, я напишу, что вообще людям важно. Вообще, в принципе, всем, независимо от того, чем вы занимаетесь. Это всего лишь три вещи. Время, деньги, статус. Вот эта история на эти вещи напрямую не влияет никак. Объясню почему. Человек, который ко мне, например, обратился с плёночной историей, он ничего не знает там про эти Хасильвлады, Кэнона, Никоны, ничего не знает. Он просто знает, что вот плёнка, вайбы, что-то такое космическое есть, да? А вот эта история, она для нас с вами важна. Вот для нашего мироощущения и внутреннего миропонимания. Вот у меня была плёночная Лейка, я этим очень сильно горжусь. У меня была куча историй ламповых с ней связана. От того, что купил я её во Вьетнаме, она была вся плесневая, чинил три раза у нас её в России, ни хрена ничего не починил. Отослал в Штаты, там её починили. Вот я знаю, у какого третьего владельца она сейчас есть, и я знаю, что я себе не куплю, потому что она её продаёт за 250 тысяч рублей. Вот, пошёл он в одно место. Но, тем не менее, вот эта вот вещь очень нужна. Для чего? Для того, чтобы я ощущал себя соответственно. Вот. Это мой статус, да? И когда вы хорошие, с хорошей камерой, которая вам реально важна, нужна, с хорошей техникой, которая вот вы ощущаете, что, ну, это не то, с чем вы боретесь, а то, что вам приносит кайф, удовольствие. Вот все эти игрушки для нас с вами нужны. Для того, чтобы они влияли на наш статус, который мы потом транслировали на людей. Вот. И вот, заканчивая историей со свадебной историей, вторая свадьба, тоже люди ко мне обращаются, но там уже не про плёнку, а вот хотим это на инстакс, чтобы снято было. Свадьба на инстакс. Вот на эту маленькую вот хреновину. Я говорю, зачем? Други, ну, у нас есть идея, хотим альбом для того, чтобы они написали пожелание. Я такой, огонь, супер. Тут уже я включился. И я пошёл, думая, ну, как обычно, как этот, как типичный бизнесмен такой, сейчас я куплю эту хреновину пластиковую за 5000 рублей картриджей, и нормально такой полтинничек быстренько упадёт. Изи мани, изи кам, изи го, всё хорошо. А потом в процессе выясняется, что люди интересные, классные, тоже идея горит. Я говорю, а давайте снимем ещё и на фишай. О, вообще бомба. Вот. И я понимаю в этот момент, что, блин, то есть людям-то нужно не фотографии как таковые, им нужны вы, которые точно так же на празднике даст понимание другим родственникам, что вы яркий, классный, крутой, в том отношении, что вы и хороший кадр сделаете, и в танцах поучаствуете, да, вот всякое такое. То есть, ну, душа компании, украшения. Вот это, кстати говоря, вообще на продажи офигенно влияет. То есть, не будьте букой, не будьте таким зажатым. То есть, раскрепощайтесь, и вот эти все вещи, если будете делать, они вам поможут. Вот. То есть, я себе купил, ну, не такую камеру, другую. Камеру потратил на это почти весь этот гонорар со свадьбы, и ни о чём не жалею. Потому что для меня это стало драйвером. Вот тем самым, что, вот, я сейчас, условно говоря, у себя такой красивый ПВш, и мне будет просто хорошо. Всё, она больше ни для чего не нужна, ну, реально. Вот. Просто для того, чтобы себя любимого радовать. Вот такая вот история с Инстексом. Она что будет снята, уже дело третье. Вот. Совершенно неважное. Важный конечный результат, вот как я сказал. И людям в этом отношении важны вот вещи, то есть, что им нужно, в принципе, от вас. Это мы уже переслили в коммерцию, уж извините. Интересно? Надо или нет? Громче! Надо! Ура! Чуть-чуть коммерции, буквально 5 секунд. То есть, если вы будете выходить на рынок со своими фотоуслугами, всегда держите в голове, что вот эти три крючка, за которые вам нужно тянуть. Вы либо экономите время, либо приносите деньги, либо даете статус. Что такое экономлю время? Это когда к вам обращаются, блин, я просто, поскольку в коммерции, это все это кручусь. Хлеб-пекарня выходит на рынок, им нужно запустить Яндекс.Доставку. Я говорю, ну, сделайте сами, нам хлеб печь надо. Я говорю, хорошо, я вам за x денежек сэкономлю x времени, вы сможете сделать x профита. Он такие, лайк. Все, это вот первая модель. Вторая модель – это деньги. Когда ты говоришь, что мои фотографии, инвестиции, в меня принесут денежки. То есть на один вложенный рубль вы приносите 3 рубля. Вот если вы работаете на работе, знайте, что ваша зарплата – это всегда начальнику приносит x5. Классическая бизнес-ссория. И третий статус – это, в принципе, на что бы я вам всегда рассчитывал утуповать с точки зрения вообще вас как личностей. Это потому что сегодня фотограф с камерой – он герой. Ну, реально. Продажи камер, вот они вот где-то там. Там, там, может быть, даже там. Фотография никому не нужна, она неинтересна. У всех камера в смартфоне и так далее, и тому подобное. И вы реально с камерой – герой. То есть вы реально будете центром внимания, центром притяжения. Вас на всех мероприятиях будут звать к себе сфоткаться, все такое. Потому что вы даете статус. И статус, друзья, дешево никогда продавать нельзя. Поэтому, если хотите статус, хотя бы сапфорт себе купите, и вы точно себе дешево уже не продадите, потому что вы знаете, сколько стоит эта хрень. Потому что она там не стоит. И все это знают. Что это стоит? Стоит. Это стоит. Можно было дешевле, конечно. Можно дешевле, да. У меня Canon 5D Mark II за 15 тысяч купил. Думаешь, стоит или не стоит? Конечно, потому что я уже его сто раз отбил. Мне все равно, он сломается или нет, я себе еще их потом куплю. Вот. Так, сколько у нас времени осталось? Ну, давайте, вопросы, друзья. У кого что есть? Можно еще по поводу перегорания, да. Хотелось бы сказать. Это как бы из личного опыта, из личного наблюдения. Старайтесь снимать некоторые жилы в нескольких жанрах. Живательно вообще в разноплане. Это очень сильно уменьшает шанс того, что ты перегоришь. Я вот, например, снимаю портреты, в том же время я снимаю те же показы. Вроде бы казалось бы люди, а рядом вообще не имеются. И это действительно помогает? И это действительно помогает. Это разноплана. Ну да. Если есть вопросы, то давайте. Сейчас можно любой вопрос абсолютно. Дима, не надо. Дай я. Ты когда станешь крутым опытом, ты будешь выступать. Потом в кулуарах можете пообщаться. Ладно? У нас просто не так много времени осталось. Вопросы? Давайте. Да. Да. Стиль, а в смысле выбора или развития? Уникального. Вот это вот все выписали. Потихонечку начинаем с того, что не сравниваем себя с другими. Это очень важно. Оно все у нас внутри находится. То есть вы уже являетесь уникальным. То есть у вас есть свои увлечения. У вас есть свой жизненный опыт. Вы потихонечку, потихонечку, когда начинаете слушать себя, в моменты, когда смартфон выключили нахрен, фокус внимания словили. Вот это вот у девушек это особенно развито. Не теряйте это. У мужиков хуже все с этим. Оно внутренне начинает просаживаться, просачиваться. И вот это нужно и привносить. То есть условно говоря, ну я предположим, я люблю велосипеды. Я люблю мото-путешествия. И, соответственно, если я в коммерцию, если я в пленочную историю не буду привносить этого, то у меня не будет развития, я буду терять любовь к фотографии. То же самое. Если я это потихонечку унесу, даже зная, что, например, это людям нафиг не надо, но это я, я это я, да, вот мои фотографии, друзья, вот, пожалуйста, нравится, хорошо, не нравится, есть другие фотографы, пожалуйста, нас много, выбирайте. Вот, поэтому пробовать жанры, да, правильно. Нужно просто вот больше средовачиваться на своем внутреннем голосе. И техника дальше подтягиваться будет. У вас есть какие-нибудь, то есть вы сказали, что профессионализм, это тоже ваша проблема, ну, то есть вы с этим всегда сталкиваетесь, что недостаточный профессионализм, да, у вас есть какие-то внутренние правила, потому что вот я одновременно не более одной штуки, не знаю, двух штуков рассматриваю, как вы это... В плане заказов или что? По саморазвитию, как вы развиваетесь при этом, чтобы не перегрузить себя? Ну, у меня сейчас возрастной, очень простой тест, это давление. Если он растет, значит, я точно перезагружу. Владык с этим в плане попроще. Ну, кстати говоря, вопрос хороший, действительно. Стараться делать одно важное дело один день. То есть вот проснулись сегодня, вот одно важное дело, все остальное ему подчинено. И это очень хороший такой вот способ именно не перетруждаться. Вот. Ну, кстати говоря, тоже очень растягивает процесс того самого вот выгорания, перегорания, прокрастинации и прочего. Вот. Вам, конечно, будут постоянно мешать, люди в том числе, в том плане, что в этот замечательный день придет какой-нибудь начальник, сват-брат, знакомый. А вот помоги, а вот выточь, а ты же фотограф, а где фотки? Нужно просто стараться дисциплинировать себя по отношению к ним. В том плане, что, например, когда я рассказывал о том, что у меня было два марафонных дня общения с клиентами, я понял, что мне нужна система бронирования дат на консультации. И я для себя решил, что вот, например, в понедельник и вторник у меня два часа будут на консультации. Если человек не может, это не мои проблемы, потому что я должен сохранить себя для того, чтобы человек, которому это нужно, пришел в то время, когда удобно нам обоим. Вот. Это вот такой здоровый эгоизм. Я шо? Давайте, давайте, давайте. Вот. Еще 4 минуты. Нормально. А? Вопросы хочу услышать. Вроде уже все проговорили. Вот. Все проговорить невозможно. Нет в контексте. Вот. Ну ладно, хорошо. Тогда, как говорится, минутка рекламы и интеграция. К этому надо нормально относиться, друзья. Вот. Если хотите продавать, надо продавать. В общем, замечательные штативы Benro. Вот. Только что сейчас выцегонил. Вот. Можно их использовать в разных совершенно обозначениях. Они действительно хорошие. У меня есть в студии. Купил карбоновые. Причем не знаю, что это Benro, что это хорошие штативы и прочее. Использую хвостов гриву. Вещь. То есть инвестиция в хороший штатив. Это инвестиция, которая работает с вами всю жизнь. Benro. Обязательно подойдите, посмотрите. Классные штуки делают. Вот. Промокодов у меня нет. Извините. Просто скажите, что от такого чувака пришли. Значит, что еще? Будет. Ну, сегодня у нас 16.45 еще практически мастер-класс должен был быть по проявке пленки. Но он у нас будет такой больше тактильно-лапательный. Вот. У меня очень много гаджетов. Поэтому всех жду, кому не скучно и кто выживет в 16.45. Вот. И, друзья, это мой сайтек маленький. Фото на пленку точка ру. Это теплый лампо проект. Он не то, чтобы не коммерчики, но он направлен как раз таки на то, чтобы с помощью фото пленки можно было попрактиковать все вот эти вот вещи. Вот. Фото на пленку ру. В гугле, в Яндексе вбивайте и куда надо попадаете. Вот. Все. Не буду вас всех задерживать. Вам огромное спасибо. Фототерапия, это гласная вещь, это хорошая идея. Я еще и сам еще на стене пробовал, дай, подожди. Пока вот просто есть, друзья, пленка. Приходите вместе будем опробовать. Да, в общем, все вместе будем делать. Все. Спасибо всем. Больше внимания не требую. Как говорится, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok